Друзья, перед просмотром этого видео прошу вас поставить этому видео лайк, написать множество комментариев, что вы думаете по этому поводу, а также подписаться на канал, нажать на колокольчик и подписаться на наш телеграм, инстаграм и группу вконтакте. Все, смотрим ролик. Можно выйти, да? Куда? Куда нам выйти? Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. А можно человеку наслабить наручники? Пойдемте, гражданин, мы сами разберемся. Пойдемте. Нет, идем, я иду, иду, иду. Я вас препровождаю. Хорошо, хорошо. Спасибо. Мы сюда идем? Да, конечно. Зачем так скрутили человека? Наручниками. Сильно. Ну, сейчас. Ну, когда мы ехали? Когда мы ехали? Ну, перед тем, как ехать. Человек сзади у вас. Где за вас? В машине? В такой машине. Ну, вот в патрульной. Сейчас мы зайдем. Мы зайдем сейчас? Мы с ним умеем общаться на какие-то темы другие. Ну, сейчас конкретно по вам. Правильно, правильно. А зачем мы сюда приехали? Да так. Так надо? Да. Мы же сказали, что вы сказали, что в отдел мы поедем. Я ничего не говорю. В отдел мы поедем можно написать заявление. Нужно я с вами разговаривать? Не разговаривайте. Может, меня не держать? Может, меня не держать? Я благочусь чуть-чуть. Вдруг вы упадете? Вы же... Нет, я благочусь на стену. Я вас придерживаю. Хорошо, спасибо. Если что, я могу опереться на вас. С работой о вас. Спасибо большое. Нет, я же про это и говорю, что мы же в отдел хотели проехать, написать заявление с участковым. Почему-то проехали в больницу. Ну, сейчас поедем, надо делать в последствии. В последствии заявление? Да. Красно. А здесь зачем? У вас же половина там написана, да? Ну, часть, да. Просто кто принимать-то будет? Он, наверное, будет. Участков тоже? Вы можете вот эту камеру провернуть, что у нас вдвоем видно будет? Давайте. Спасибо. Так вот? Нет. И на себя чуть-чуть еще. Вот так держите. Так хорошо? Да. Скажите, пожалуйста, а вот нагрудный жетон обязательно должен быть у сотрудников? Да, очень сильно. Конечно. Вот мы уясняли просто, что. Участковый, отличается чем-то от вас? Участковый должен быть нагрудный жетон? Давайте. Нет, просто хотел спросить у вас. Вы можете его версию послушать, хорошо? Какую версию? Ты просто, ну, вы же образованный сотрудник полиции. Ну, вы же должны, ну, вы же знаете. Все, что? Нет, да, дим. Еще в очередь. Все хорошо? Да, не очень. Я говорю, не очень. Но про жетон вы не знаете, да? Хотел вас спрос поточнить. Должен ли быть жетон? Вы же вы не знаете. Я не владаю юридическими знаниями. Вы как сотрудник, наверное, вы владаете. Вы же старший лейтенант, по-моему, да? Прочитайте где-нибудь. А где? Где-нибудь. А где-нибудь где? Где-нибудь. Ну, понятно. То есть вы не хотите, да, мне сказать? Я же не знаю, где почитать. Вы же начинаете не хотите почему-то. Ну, не хочу я с вами общаться. Я вам. Вы на меня дышите своим перегаром, мне это с вами как-то... Это в духе у меня такие? Нет, это в перегарах. В перегарах? В духе от перегара отличиться могу. Мне как-то... Приходится вам работать с такими не очень? Ну, да. К сожалению, да. Такая у меня профессия. Смотрите, какой моментик сейчас надо, я думаю, пояснить для наших зрителей, да? Все-таки не все у нас там юридически грамотно, кто-то только учится. Смотрите, что сейчас будет. Антона привезли для медицинского освидетельствования. Непонятно, почему, на каком основании и как. Ну, ладно. Ему доктор объясняет и поддакивает полицейского, что да, вы можете отказаться, иметь полное право отказаться. Ничего страшного, нету. Сюда, проходите. Да, здрасте. Вы будете проходить медицинский освидетельствование? А я просто не понял, куда... Вы можете отказаться? Нет, погодите, я просто понять, для чего меня сюда привезли-то. Ну, давайте, ну, скажите. Вот, все вопросы к мне. А он не говорит ничего. А я тем более ничего не скажу. Нет, что мы здесь делать? Я могу спросить, вы хотите пройти медицинский освидетельствование или нет? Вы можете отказаться, это ваше полное право. То есть могу мне свидетельствоваться, да? Да. Ну, а для чего это все производится-то? Есть какое-то дело? Я не знаю, это все вопросы к полиции, гражданину. Нет, ну скажите, а для чего, свидетельство? Вы привезли сюда для медицинского освидетельствования. А зачем? На наличии алкогольного опьянения. Врач вам задает вопрос. Ответьте на него, пожалуйста. Хотите проходить, нет, нет. Хочу, то есть могу не проходить, правильно? Ну, наверное, не буду, зачем проходить. Все, тогда вы смогу, вы себя проходите. Подождите, отказывайтесь, правильно? Да, конечно. Отказывайте. Сейчас, минутку. Да, я просто не вижу смысл-то, зачем? Собственно, Антон так и сказал, что в этом не видит никакого смысла, да? В этом смысла абсолютно не было никакого, потому что он пешеход. И даже если бы он был в состоянии алкогольного опьянения, да, даже если бы это было установлено, никого правонарушения не образуют. Вы отказываетесь от медицинского освидетельствования? Я просто не вижу смысла в этом. Не видишь смысла? Конечно, зачем вы? Это ваше право. Хотите проходить? Нет, это ваше право. Все. Все. Отказались? Да, конечно. Пожалуйста. Иди, я распишусь. Ну а теперь смотрите на реакцию полицейского. У него прямо улыбка садистская появляется на лице. И он, собственно, забирает там какой-то акт, там начинает снимать на свой айфончик, забирает какой-то акт и выходит к Антону. Гражданин. Куда мы? Вы административно задержаны. У вас при себе есть что-то запрещенное? Колю, Шерюш. Я прямо сейчас задержан? Да. Ну, куда задержан? Куда я доставлен-то буду? Вы будете доставлены в отдел полиции. Какой? Третий отдел полиции. Хорошо. Все. Ну, на основании чего я задержан? На основании того, что вы отказались от митинского свидетельства, что у нас равносильно, то, что вы находитесь в состоянии опьянения. Ну и что? Все. А какая связь-то? Гражданин. Что нужно? Нет. Что нужно сделать? Скажи. Ваши права ограничены. Не скажи, что мне сделать. Вы закрываете вот это все. Давайте убираю ее. И сразу говорит, что вы задержаны. Вот эта садистская улыбка, это меня больше всего умиляет. Вообще. И сразу же надо. Ваши права ограничены. И, собственно, с этого момента Антон оказался в наручниках. Получается, что задержан, то он был, по словам полицейского, именно за это. Именно за то, что он считается пьяным, если отказался от освидетельствования. Не считается человек пьяным, если он отказался от освидетельствования. Даже за рулем. За рулем есть два административных правонарушения, связанных с алкогольным опьянением. Это алкогольное опьянение, которое установлено, там, столько-то промилей, и отказ от медицейского освидетельствования. Это отдельные правонарушения. Если ты пешеход, то ни отказ от освидетельствования, ни алкогольное опьянение само по себе не образует состава какого-либо правонарушения. Никак. Даже статья 20.21 предусматривает, кроме установления алкогольного опьянения, то есть не отказа, а именно должно быть установлено состояние алкогольного опьянения, предусматривает нахождение в состоянии оскорбляющего человеческого достоинства и общественную нравственность. То есть это когда человек обливался, там, не может ходить, лежит, там, весь грязный и так далее, в неопрятной, пачкающей одежде. Этого не было. У него была связана абсолютно речь, да он был трезвый, господи. То, что иного не установлено. Ну и, собственно, можете сами оценить в комментариях, там, трезвым был или нет, вот, по предыдущим сериям, да, как он грамотно общался, как он нормально общался, как его связанная была речь, и все было, короче, нормально. Вот такое было небольшое отступление. Смотрим дальше. Кто это у нас? Это замначальник третьего отдела полиции Надима. Надимович, который в данном случае является ответственным по отделу, но отсутствует на территории отдела. А вы к нему поднимались? Мы, нам говорят, что его нет. Так мы поднимемся к нему в кабинет? Да, поднимемся. Пойдем. Радик Надимович нам нужен, да? Радик Надимович. Соночку, да, соночку проглядите, товарищи. Привет, Дим. Здрасте. К Радику Надимовичу. К Радику Надимовичу, я сказал. Здесь нет такого. Где он? Члупая. Судярия. Радик Надимович, где? Соночку, он выйдет. А. Просто кабинета что-то вы не нашли. Сознавали, что нету? Да. А, может он там? Ну, не верю. Сотрудник париции. Как он может выйти в моем стороне? Хочу сделать заявление. У меня пропал человек здесь у вас в отделе. Вам заявление написали, да? Да не, зачем, я устно. Подойди обратись к моему. Я устно. Я адвокат. Господин Ядров, дайте мне его, пожалуйста. Я уже сделал заявление. Ядрова, дайте мне, где я смогу с ним поговорить. Да, конечно. Он здесь находится? Он здесь нет? А, а кто вчера приехал, ордер выписал, человека нет. Да. Как ты считаешь, находясь в третьем отделе, испытал страдания, унижения, отращения и... Потому что весь коридор отдела исписан, в скобочках, стенам, матерными и бранными словами, в таком состоянии отдела полиции, номер 3, мы тичем, не имеют права на существование и высокое звание отдела полиции России. Прошу закрыть отделы своим видом, не позорить в глазах россиян и гостей России звание отдела полиции. Отдел считать оскверненным и подлегающим немедлему уничтожению. Смотрите, я лил, и рядом с какими надписями он сидит. Фу, не могу здесь находиться. Это у нас отдел полиции. Это вот отдел полиции. Так, заявители в узком коридоре пишут заявление. Покажи, какие у стены здесь. Гвозди, гвозди тут. Как они тут вообще сами ходят, я не знаю, не убиваются. А если там толку-то, посмотри я на него, ай, чёрт. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь пока справа. Аккуратнее там в узке. Кино? Да, кино снимаем. Так, я помню. Здравствуйте. Ребята, вас за что? Ну-ка, поможем. Буду же здесь в помощь сказать. Вчера они тут два часа людей керосинили. Стоило нашему адвокату помешаться. Через пять минут они пошли с чистой совестью на свободу. А вы что делаете? Товарища поддерживаем. А вот, что творил? Ничего. Ничего, самое смешное. Наших сотрудников полиции это не остановит. Стоял рядом с полицейской машиной. Так что, аккуратно, ребят, можно. Зачем стоял? Хотел. Считаю, что у вас гаичники привезли из машины, что ли, вас достали. Такое себе вот, да? Ну что, за сегодняшнюю секунду ничего не давали. Ни заявлений писать, ни ходатайства. Задитесь. Здесь ничего не давали. Кому подать? Сюда, зайдите. Сюда, сюда подать, да? Нет, туда, туда. Вот, податься. Кто будет, прославь? Ну, мы тебя смотрим. Да, пойдем сюда. Пиви сюда. Да, да, да. Бантер не видел. Сейчас пишите? Да, да, да. Сейчас привозят свои телевизоры, и гаичники доставили людей. Вас сюда за телевизоры привезли? Угу. Да ладно? У вас что, тут вообще беспредельный край вообще? Капец. А у гаичника были какие-то основания подозревать, что вы украли телевизоры? Ну, вот не знаю, не знаю. Ну, так надо было у гаичника спрашивать. Они нормальные вообще. Вообще, блин. У них, блин, магазин, нельзя дойти спокойно. Вчера ночью, блин, поехали, какое-то пьяное быдло, бежит за полицейской машиной и факи им показывает, они уезжают. А тут телевизоры. Сначала опросили, потом узнакомили. Нормально. Что ваше дело? Куда он везет? Офигеть. Офигеть, а. Где мы вообще? Ты посмотри на них. Ну, лица одухотворенные. Поинтересуйтесь, кто это, поскольку это соберение предъявит. Заявление на него напишите. Или на гаичнику. Чтобы ушло. Чтобы каждый раз вас не останавливали, ну, представьте, вы каждый раз там едете, там везете, там две ручки, да? О, вы ручки украли, представьте? Нет, я сам не полностью. Ну, это же предятельно. Просто будем терпеть, да? Или тоже. Зря. Зря. Поэтому они нагреют. Вот. Он открыли в багажник, посмотрел на телевизоры, сказал, извините, пожалуйста, у нас круг вороны, вот, мы должны проверить. Если мы сейчас приедем, если там никаких заявлений не было на кратных телевизорах, ну, мы вас отпустим. И сам он этим заниматься не стал. Он это... А как он в багажнике открыл протокол понятые или так просто? Нет, просто досмотр автомобиля. Досмотр автомобиля. Без понятых. Ну, сейчас мы-то напишем на них. Он сел в свою машину, вы свои поехали, и вы за ним добровольно поехали. А документы он у вас забирал при этом? Да. А, вы, он у вас сейчас заставил на распространение движения двигаться на машине без документов. Вот тогда написано, что надо ехать. Вы что, доказали, что телевизор у вас? Да, нет. А как он проверял? Нет, не хватит тайны следствия. Просто, наверное, не хотел, чтобы мы вступили потом вашим защитникам, если требовали компенсации. Да, что, спросим, телевизоры твои? Требуйте, вот 15 минут потратили они ваше время, требуйте протокол задержания. Сможете... Чтобы потратить время? Ну, да, да, а что, сможете потом отсудить у них судебные издержки. И за их тупости, ну, вам выплатят государство, а потом с них в порядке регляции будут... Есть какие судебные практики? Конечно, куча. Куча. Ну, только вам присуют, там, ну, тысяч пять, там, за это, например. Ну, все равно хорошо. Да. И вот у гаишника, либо у гаишника, либо у этих, я не знаю. Просто они зашугали уже на руку, люди боятся. Не снимайте меня, пожалуйста. Ладно, так уж и быть. Спасибо. Хорошо. Меня можете снимать. Да? И меня, а меня. Да? Все, все. А извините за потратенное время. То есть, человека придащили сюда, за его деньги, он потратил бензин, ехал с гаишником, да, на машине. Ни извинений, ничего. Ни реабилитации никакой. Так, защитники могут заходить, все, общаться, я надеюсь. А что вы? Я не проциальное лицо. Вы, вот именно, вас уведомили. И все. Как это все? Защитники, вот они защитники. Я не проциальное лицо, я дежурный, по отделу. И что, вы хотите лишить его защиты? Нет. Это... Хорошо, хорошо. Вызывайте человека. Вызывайте человека. Так, подождите, я допущен? Снимайте. Я допущен? Так это... Это ходатайство еще не рассмотрен. Да как вы меня допустили? Нет. Это нарушается его право. Это нарушается его право. Вы не можете нарушить. Удостоверенность в защитниках, все. Он вас уведомил. Это уведомительный характер. Он уведомил. Вы не можете разрешить или не разрешить. Он заявил ходатайство, все. Может, вы еще скажете 72 часа будете рассматривать ходатайство? Может, так сумничаете, да? Я ходатайцу не рассматриваю. Он вас умедомил. Все. В материалах дело есть. Мы административный подруг. Хорошо. Оно в материалах дело? причем здесь вы вы вот именно что вы путаете скажите а его ходатайство материалов дело будет прокурору следователь рассказывать надо адвокату рассказывать следователю расскажете прокурору они имеют все они защитники идемте работать это его защитники вы не можете защитниками вы не запрещаете он констатировал паттон владимиров вы доверяете этим лицам защитники вы хотите чтобы они были вашими защитниками все и отказать не можете не отказать не будет все рассмотреть мы не можем да не надо рассматривать но решить вы хотите решить его право на защиту вот он хочет чтобы орел защищал его вот этот турбан его защищал вы не допускаете их скажите да или нет у нас соглашение почему вы нас не допускаете заходите ребят не стесняйтесь у нас когда так есть соглашение с ним заключено он уведомил да ко мне можно обращаться гражданина неуважаемый нелюбезный а ко мне господин все хватит давайте дебаты не будет не надо нарушать его права дайте мне материалы я буду знакомиться с материалом смотрите процессуальные действия если в процессуальном действии подавалось к задатайству одно дело все кто не защитники выйдите отсюда все кто не защитники выйдите не знаю как вообще по-хорошему вообще по-хорошему приходит защитник в отдел полиции я защитник у него спрашивают вы хотите чтобы это лицо защищал все устное как бы это уж письменно чтобы до чтобы там материал он может вообще кричать дайте мне этого защитника я не звонил защитник вот этот Верясов он же в больнице лежит я в больнице лежу вот этот Верясов он собственно ей там активный рот принимал да Верясов надо вытаскивать насколько я помню мы уже вызываем вызывает вот тут защита что 112 звоните что за город тут емое как вы тут живете надо скорую вызывать скорую вызываем полтора минуты уже никто не берет руку все и скинули это задание ты не теряешь что-то что выглядишь очень плохо ну кружилась голова что я тошно с утра в отделете а сотрудникам полиции сообщалось что человеку плохо дым на плевать Маслов Антон Александрович и клятву гиппокату пусть не зовут сказали сказали в административном задержанном идите есть клятва российского врача нет клятвы да скорая едет второй час уже поэтому мне кажется его на носилках позвони еще дозвонил а я вообще не дозвонился повернись той щекой я звонил короче столом у нас какие-то телефон пожаловаться на встреча с сотрудником на шее там у тебя позвоню туда поставить жалобу на боку жалобы операторы принимают только с 8 до 20 часов украли 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 тоже картофель ну украли значит украли значит как-то даже не удержим все давай сюда ну что я не писать скорая не знаю где а где скорая то а что скорая то а что скорая то что не идешь ну давайте вызовите еще ребят это по поводу флешки не только что описывали сумку ну да пока да ну что он падает уже со стола вы почему не вызываете скорую давай сейчас в ГУВД позвоним все по звонку в ГУВД и бланки заявлений дайте нам пожалуйста бланки заявлений пожалуйста три штуки будьте любезны мне что что бланки заявлений у нас есть подозрение что вы в сговоре в сговоре у нас есть такое подозрение мое мнение и препятствуете приезду сюда скорой два три часа скорая не может ехать на вызов это нереально тем более в Подмосковье мы не где-то находимся там в Тулуне или еще где-то куда вертолеты только летают сегодня воскресенье пробок нету где скорая дублируйте при нас вызов скорую да пишите на них заявление что дублируют все уже это же издевательство просто как фашизм какой-то проход издевательство на человеком сейчас умрет здесь на ваших глазах вы хотите сто двести человек чтоб все пришло или что давайте бланки заявлений здравствуйте казаков принято заявление о преступлении оказания помощи три бланка я буду человеком три часа два с половиной часа назад вызвали скорую внести как ваша фамилия сотрудники полиции между собой переговорятся говорят что хрен вам они скорую не слышно говорят 3 3 дом 17 ОП номер 3 ребят слышите кто нибудь я не слышу честно нет они специально просто папка закрыта ничего не слышно заявление скорая говорит что приедет сотрудники полиции между собой говорят что вам скорая спасибо два с половиной часа назначаете давайте соединяйтесь со скорой уже человеку плохо скорая вы точно скорая помощь два с половиной часа вы едете на вызов с с кем я разговариваю ваша фамилия фамилия говорю адвокат сколько ожидать два с половиной часа мы ожидаем повесила трубку повесила трубку нормальная медицина на западе жесть ребят надо писать представляете да что с вами может произойти в отделе полиции да то есть тупо скорая может не приехать потому что они там в сговоре ну небольшой городок так сказать да не я предполагаю что они скорее всего в сговоре есть даже фактические данные да есть фактические данные что они в сговоре совершенно верно что там произошло Андрей ты только что звонил в скорую тоже да сначала мне сказали что 12 бригада к нам назначена а в скорой нам сказали что переназначена 12 бригада в другое место поехало а к нам переназначена другая бригада уже в пути не верю сколько прошло с момента вызов скорой без пяти ну три часа через пять минут я вызывал 18.05 как ты считаешь по твоему мнению это вообще возможно такое что скорая столько может не приезжать и может вообще человек за это время умереть такие слова нельзя говорить но мне кажется это фашизм вот реально даже фашисты наверное не так издевались над над военнопленными как сейчас сотрудники полиции и сотрудники скорой помощи издеваются над больным человеком который реально с диагнозом сотрясение мозга находится а да он пока он говорил что у него есть документы точно было да нужно чтобы кто-то поехал в станцию скорой помощи сейчас снял есть ли там действительно автомобили или нет и звонили оттуда в скорую помощь и говорили что мы здесь вот стоим если там действительно нет автомобиля это один вопрос если там есть автомобили то тогда они скажут что они сломаны конечно будем по-другому действовать значит заходим на пункт скорой помощи я что доедем дальше подснимем будем требовать прям скоро тебя вырвало да? да капец там человека тошнит уже ребят езжайте кто-нибудь на пункт на пункт да неужели здрасьте здрасьте что же вы так долго то мы уже к вам хотели ехать да мы знаем что 5 можете ехать проходите массово стали вызывать вас просто 20 человек у вас сейчас 60 0 3 вот тут даже видите когда мы вызывали 18 0 9 нам передали 20 59 21 мы приняли за одну минуту выписали 27 10 мы были на месте мы просто подслушали разговор сотрудников которые искали хреному они споры ну это к нам отношения никакого ну к вам то может быть и нет к вам то может быть и нет мы люди подневольные понимаете ну ты хочешь посмеяться нет сейчас ребят перезвонят сейчас перезвонят 512 через красногорск уже звонят что выросли ну когда 200 человек позвонил и конечно вас направят наверное я так подозреваю что только это и спасло нет нет они вы не правы ну не знаю нет просто у вас это издержки профессии наверное у нас никакого злого умысла нет у вас то нет мы про вас ничего не говорим мы про вас мы услышали как они говорят что они хрен мой не скорую вот они так говорят вот тут просто у вас столкновение своих интересов понимаете а мы то для нас больные все одинаково что папа римский что бомж мы всех лечим пока мы горячие линии не оборвали вот вам вызов и не передавали у нас всему левостороннее движение да зачем пристегиваться на хрена пристегиваться ничего уже не будет вам да когда вы поедете правильно а на хрена пристегиваться когда безнаказанности О, молодцы Пристегнутые Итак, ребят, но это еще не конец Будет еще несколько серий этого мытищинского беспредела Иначе это никак не назвать Это полный беспредел Ну а вы подпишитесь на канал Обязательно поставьте лайк Много-много лайков должно набрать это видео Чтобы все увидели, какая у нас полиция Все увидели, какие беспредельщики у нас там служат Ну хотя работу, что они там не служат Служат когда народу и по закону все А эти, ну вы сами видели Пишите обязательно множество в комментариях Что думайте по этому поводу, чем больше, тем лучше Только так же это продвигает видео Это позволит большему количеству людей Открыть глаза, в какой стране они вообще живут И что с этим надо что-то делать Ну и подписывайтесь на канал Нажимайте колокольчик Подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм И группу вконтакте, ссылки все в описании Все, всем удачи, всем пока Борейте за свои права